— Обращение Владимира Путина к участникам саммита G20 не будет. Путкин обиделся, обиделся. Так он им обращение писал, а сейчас он понимает, что обращение ничторство, вот читать даже никто не будет, нахер его обращение никому не нужно. Смешно. Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, заявил Такаев. Но о чем он? И на саммите организации тюркских государств в Самарканде. Обратите внимание, это очень важный саммит. Все тюркские государства туда прибыли. Какие-то открытые были вещи, какие-то были закрытые вещи. Единая азбука, единый язык и так далее. Ну и, конечно, единое руководство в виде Эрдогана. А это не говорится вслух, но это понятно. Он их герой и прочее, и прочее. Такой батыр такой. Круто, что я могу сказать. Очень круто. И что разногласия возникли в Соединенных Штатах. Да, это Нью-Йорк Таймс сообщает со ссылкой там на свои источники, что председатель комитета начальника штабов вооруженных сил Марк Милле призывает к дипломатии. А, значит, советник по национальной безопасности, значит, полагает, что о переговорах вести, говорить пока еще рано. Ну, правильно он полагает. Какие переговоры? Переговоры должны основаны быть на чем-то. А на чем они основаны? Путин не хочет отдавать захваченные территории. Украина будет вести переговоры. Зачем? Если у Украины удачно получается отвоевать. Отвоюет, потом будет вести переговоры. А может, и не будет. Может, еще и Москву отвоюет. Официальный представитель МИД Китая оправил слова Байдена о дистанцировании Китая от РФ, указав на укрепление связей Москвы и Пекин. То есть, Байден сказал, что Китай дистанцируется. Они говорят, не, мы не дистанцируемся. И какие же связи они укрепили, кроме того, что грабят Россию вместе с Путиным. И кроме того, что ввели в Россию войска. Сейчас на территории России находятся около трех дивизий китайских. Ну, по крайней мере, техники гораздо даже больше, чем на три дивизии. Ну, на три, так скажем. Это в районах Дальнего Востока, в Оренбурге и во многих других местах. Ну, в Оренбургской области имеется в виду Тотский полигон, там и все остальное прочее. Так что мы это все знаем, видим, что они скажут. «Председатель КНР Си Цзиньпин встретятся с Байденом и Макроном на полях саммит G20». Кто бы мог подумать, да, помните, как они кокетничали, как они... «Не, да не, мы думаем, мы не знаем». Отлично. Кто бы мог подумать, да. Кто мог бы спрогнозировать, что они встретятся. А б хохочешься. Как они предсказуемы. Мне иногда даже противно, что такие предсказуемые люди управляют миром. Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к войне. И там все говорят, что он готовится к войне с Тайванем. Да, боссаться. Какая война с Тайванем. Вы все прикалываетесь, что ли? Готовится к захвату России. Для этого ему нужна армия. Не обязательно ему нужна война. Зачем? Он рассчитывает все получить без войны. Путем договоров, подписания всяких СССР-2. Но уж в крайнем случае, когда, если Россия начнет разваливаться на куски, а так оно и будет, там, революция случится, гражданская война, то его войска, конечно, зайдут. И до какой степени, до какой черты они дойдут? До Урала, до Волги. Я не знаю. Но Си Цзиньпин хочет все. Всю Россию, безусловно. Поэтому он готовится к войне не с Тайванем. Тайвань – это замануха такая. Он для Байдена. Вернее, даже, я думаю, Байден в это не верит. То, что Си Цзиньпин Тайвань захватит. Это они делают вид, что верят. Ну, им же надо как-то какие-то козыри политики получать, да? Он сейчас ездит, встретит, скажет, я привез мир. Вот Тайвань, на нее никто не нападет. И действительно, кто же на нее нападет, кому нахер нужен Тайвань? Нападут на Россию. BBC пишет. Ну, это вообще просто идиотизм. По мере того, как росла мощь Пекина. Росло и беспокойство Вашингтона. Теперь США снова пытаются наладить отношения с регионом. Все страны ОСИАН в той или иной степени теперь признают, что Китай – вы доминирующая держава в регионе, которая не желает идти на уступки. Там, где на карту поставлены ее собственные интересы. Вопрос к министру Байдену. Не слишком ли поздно для США перестраивать альянсы на заднем дворе Китая? О чем вообще они говорят? 50 с половиной лет назад Никсон подписал с Мао Цзэдуном договор, по которому они утилизируют Советский Союз, по которому регионы Азии переходят под контроль Китая. Да, тогда американцы смеялись над этим. Как Китай может контролировать? Китай сейчас и Африку контролирует, и Латинскую Америку. И он залез везде и рассчитывает получить Россию. И это было очевидно, знаете, когда? Когда распался Советский Союз, что Китай будет претендовать на Россию. Что нужно было делать в тот момент Соединенным Штатам, если бы они хотели, чтобы этого не произошло? Им нужно было прекратить накачивать Китай. Они накачивали его каждый день и до сих пор продолжают накачивать. А теперь, говорят, BBC считает, что там надо мистера Байдена спросить. Какой мистер Байден? Два года у власти находится. Это продолжается 50 с половиной лет. 50 с половиной лет даже для человечества это то хера. Венгрия блокирует в отделении Украины 18 миллиардов евро. В Евросоюзе принимается такое решение. Венгрия блокирует. Премьер Венгрии, президент Турции, высказали за перемирие между Россией и Украиной. Видите, то есть Путин пытается через всех своих Орбанов, там, Йобиков, у Йобиков, там, через всех этих действовать. Он пытается, кого он там покупал в свое время. Власть в Черногории отказались выдавать России к главу Росалкоголя регулирования Игоря Чуяна, обвиняемых и нацех на десятки миллиардов рублей. Ну, воры жулик, сто процентов. Ну, кто мог Росалкоголя регулированием-то заниматься? Ну, а теперь вот вы говорите, вот кто такие либералы. Вот это и будет либерал, который за свободную Россию. Вот этот, который наворовал миллиарды, он будет за свободную Россию. Что я могу сказать для таких, как Игорь Чуян? В гробу. Все грабящие России обязательно будут уничтожены. Мы даже у Черногории не будем просить его выдать. Мы отправим туда охотнику за головами, они привезут голову Чуян. И все. Ну, конечно, это будет решение трибунала, приговор трибунала. Если он не приедет в трибунал, где мы сможем его осудить, да, мы его казним, конечно, таким образом, дистанционно. Это сто процентов. А как же? А как по-другому поступать со всеми этими путинскими ворами и жуликами? Ну да, мы обязательно трибунал проведем. Обязательно доказательства соберем. Мы не будем это делать так произвольно. Соберем доказательства его вины и так далее. И предложим приехать и выступить в свою защиту. В суде, пожалуйста, нет вопросов. Он может защищаться. Нет, так нет. Нет, значит, пойдут за ним охотники за головами. Есть другой вариант для Игоря Чуяна. И передайте ему. То есть сейчас пока еще революция в зачаточном состоянии. Он украл миллиарды. Ради бога. Пусть он потратит эти миллиарды на революцию. Нам бы сейчас они пригодились на уничтожение Путина. Нам как раз не хватает денег на уничтожение Путина. Пусть Чуян профинансирует уничтожение Путина. И мы поставим ему памятник. Как уничтожитель у Путина. А нет, так нет. Лукашенко заявила о готовности строить мосты с дружбой с Польшей. Он сейчас готов со всеми строить мосты. Это у него сейчас... Но это скоро пройдет. В Беларуси лозунг «Живи, Беларусь!» признали нацистским. Теперь за произнесение этой фразы можно получить 4 года. То есть пожелание жизни Беларуси. А интересно, а вот если кричать «Умри, Беларусь!», то тогда что? Нормально? Это вот альтернатива. Это контрадикторные понятия. «Живи, Беларусь!» и «Умри, Беларусь!». Третьего не дано. Либо живет, либо не живет. Да, но в соответствии с законами логики. И вот как в суде-то они будут рассматривать... То есть если предложить с точки зрения логики контрадикторное понятие, оно законно? «Умри, Беларусь!» То есть если живее незаконно, то, соответственно, законно умри. Представляете, что у них там в башке у этих мудаков? Жуть, конечно. Депутаты от Киевского горсовета приняли решение полностью исключить русский язык из учебных программ, столичных заведений, дошкольную общую среднюю образование, назвав такую меру вопросом национальной безопасности. Видите, Путин чего добился. Своими действиями он защищал русских. Русский язык теперь русских везде с саными тряпками гонит. Русский язык везде вычеркивает. За время деятельности Путина с 500 миллионов носителей русского языка, ну почти 500, да, упало там до 270. То есть сейчас русский язык на уровне французского по охвату, да, португальского, какой еще там язык, в общем-то. Ну вот испанский, португальский, французский. То есть такие, конечно, это значительные языки и значительный охват, но русский язык в интернете был вторым. А сейчас русский язык в жопе, я понимаю. Благодаря вою Путину, благодаря его политике, его дебилизму, вначале он ничего не делал, только крал деньги, а потом решил наверстать упущенным. И, в общем-то, дядя Слав, что будет с Эрдоганом? Ну, Эрдоган умрет, вероятнее всего. Если его не прибьют, потому что, вы же понимаете, курды наживут очень-очень сильные, и если будет у них возможность, да, то они его прибьют. Кроме всего прочего, там есть еще Иран, который может курдов тоже нацелить, спецслужбы могут дать информацию, могут снарядить, ну, помочь, одним словом. То есть, Эрдоган многим не нужен, поэтому, но я уверен, что если будут действовать, то будут действовать через курдов. Самый надежный путь для этого, да, чтобы уничтожить. Можно, во-первых, их использовать в темную. Если бы я был руководителем России, я бы так и сделал, я вам честно скажу. Я это еще сказал, помните, там, в каком-то 13-м, что ли, году, еще Эрдоган тогда не был президентом, премьером был. Но я-то уже все видел, знал. Я говорил, что я бы нашел способ с ним разобраться. Слава, а у Беларуси какое будущее вы видите? Будущее Беларуси очень сильно зависит от будущего России. Если Россию пожрет Китай, то Беларусь тоже. Поэтому я вижу светлое будущее, но за него придется сражаться. Вячеслав, а что оттяпает Китай, кроме Сибири? А все, что мы ему позволим оттяпать, все и оттяпает. То есть, если мы будем этому противодействовать. Но если Китай подпишет с Путиным договор СССР-2, то оттяпает всю Россию. Я не знаю, удастся ли даже Калининградскую область спасти. Ну, я думаю, что удастся. Потому что мы будем мгновенно тогда действовать. У нас не будет никаких вариантов. Будем тогда просто драться насмерть. И уже похеру будет что-то. Продолжение следует...